Члены комитета Омского городского совета по жилищно-коммунальному хозяйству предложили ввести режим чрезвычайной ситуации в Омске. В связи с тем, что три площадки накопления твердых коммунальных отходов не справляются с утилизацией отходов города-миллионника. На них мусор можно только складировать и через 11 месяцев вывозить на лицензированный полигон. А его в Омске нет. Режим ЧС необходим, чтобы открыть свалки на то время, пока будет построен новый полигон, на это потребуется около пяти лет. Кроме того, депутаты горсовета предложили муниципальным чиновникам создать бригады экстренного реагирования, которые могли бы оказывать оперативную помощь пострадавшим при подтоплении. Также предложили оснастить эти команды специальными мобильными помпами. Глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов идею одобрил в теории, но отметил, что провести закупки такой техники муниципалитет до паводка, конечно, не успеет. Однако предложение доведут до мэра Омска. Кроме того, Фролов отметил, что все имеющиеся в городе ливневые стоки, когда придет время, будут работать. В этом году правильное хозяйство и благоустройство на 20 тысяч тонн воды заключили договор. Горячие сейчас промываем ливневые канализации для того, чтобы они могли принять снег, талую воду. Работа ведется. Напомню, ранее глава управления регионального МЧС Владимир Корбут в связи с тем, что начало паводка в Омске прогнозируют уже с 20 марта, потребовал от городской власти до 15 числа очистить все ливневки. Однако успели ли к сроку? Сергей Фролов нашему корреспонденту отвечать не стал, заявив, что общаться готов только с тремя омскими журналистами. Причина такого поспешного бегства заместителя мэра от нашего журналиста, отчасти понятно, ведь проблемы ливневой канализации в городе невозможно решить 20 тысячами тонн горячей воды. Такой метод не только не устранит все заторы, но и, по мнению исполняющего обязанности главы регионального Росприроднадзора Сергея Еремина, приведет к серьезным экологическим проблемам. Ведь вся грязь будет слита в Иртыш и Омь. Мы очень надеемся, что Сергей Фролов найдет время и разъяснит, как будет решаться эта проблема хотя бы трем своим любимым журналистам.